Следующий вопрос. Я депутат Южно-Сканарского совета. Обращаются сейчас очень много людей. У нас дети возраста 18 лет, которые приписываются по участию. Становится на 8-е. 98-е годы рождения. Да. Очень большая затяжка по времени началась. Дети проходят медкомиссию, все проходит. Им там по месяцу не выдают эти приписные. Они не могут приписаться в городе, в общежитиях и все остальное. То есть вот этот вопрос, пожалуйста, не сбрасывайте во время организации. Работа ведется же параллельно. Это я вас уверяю. Я вам дам свою визитку. Давайте так, чтобы у нас не было... Я же говорю, я привык работать в форме диалога. Если не будет диалога, то... Не буду скрывать, не буду скрывать, я уже... Учитывая то, что все мы знаем, где находится Суворовская районкомат, и если дети, студенты учатся в институтах, насколько им проблематично туда ездить после учебы. Либо надо прогуливать это все, чтобы хотя бы с детьми вот этими 17-летними не затягивали. Давайте, давайте, что я говорю. Смотрите, если идет речь именно в получении приписного... В получении. Или на самом процессе получения. В схождении езды, может быть, как-то вот это можно ускорить для них сейчас. Если... Просто не отбрасывали на сайте план. Я честно скажу, даже так между нами, что у нас даже... Мы продлили, уже говорили с главарь чем-то с 5-й рублей, которые нам выделяют медкомиссию, чтобы люди даже чуть-чуть оставались неурочно, если есть люди на медкомиссии, значит, они не уходят там в пол первого, в 12 часов в медкомиссию, там, работать дальше по... Я же еще не говорю, дети после учебы могут приезжать, чтобы не прогуливать учебу. После учебы, во сколько? Два, три, наверное. Если это вопрос, связанный с медициной, конечно, в это время они ничего не решили. Если вопрос, связанный технически, получить и это... У нас процедура такова. Если человек прошел медкомиссию... Еще параллельный вопрос, я все прекрасно понял. Еще параллельный вопрос по поводу медкомиссии. Когда вы посылаете на обследование какие-то, человек по законодательству имеет право выбирать ту поликлинику, либо тот, или вы конкретно посылаете... Там есть перечень. Облздрав дает перечень, в какие-то деньги, в какие-то деньги... Либо это областная больница, допустим. Вообще делается по месту жительства. Военный госпиталь. Нет, нет, военный госпиталь вообще ни в коем случае. Есть перечень облздрав, они же оплачивают, вы что понимали, все это... Почему она бесплатна для призывников? Потому что за них заранее была уплачена государством. В определенные... Все это понял. И вот она смотрит. Если человек, допустим, в Южном, конечно, мы стараемся посылать, допустим, за анализом, за еще... Ну, по мелким вопросам, постараемся здесь, по месту, в Южном. Все-таки молодому человеку легче здесь это все сделать. Если необходимо, допустим, более углубленное... Более углубленное обследование, тогда мы посылаем уже... И то, интересно скажу, если врач решил, что можно в Южное посылать, в Южную больницу городскую, посылаем. Все, я понял. Все, если там, если... Вот смотрите, бывает так, что у человека есть хроническое заболевание, которое у него с детства, и ведет его в Южная городская больница. Я задам конкретный вопрос. Дети обращались, детей были сотрясением мозга, все, что угодно было, переломы какие-то. То есть есть просто в медицинской карточке прописано, перелом ноги был, либо еще что. Требует, принесите нам снимки этих переломов. Ну, если в карточке медицинской написано, что был перелом, вклеены все документы, принесите нам снимки. Это конкретный вопрос. Принесите снимки. А что через полет с этим переломом? Смотрите, смотрите. Он сожил или не заражил. То есть, отмогляют какие-то непонятные следы. У нас решение доктора выносят по актам обследования. Если акт обследования не нужен, если там явные, допустим, явные увечья, то мы делаем как? Врач, старший врач, отправляет к тому лечащему врачу, у которого он обследовался, все время находится на учете, идет запрос, она описывает историю болезни в виде акта. Все, я понял. Спасибо. Поверьте, мне, если... У меня сейчас просто свой приземник, и просто вот этот параллель, который выпускных классов, я уже наслышался, то, что через что люди прошли, кто чуть постарше, кто чуть по это самое, поэтому просто не здесь, чтобы не устраивать демогога, я конкретно задал конкретные вопросы. Все, я понял. Послушайте, еще раз говорю, я открыт в форме диалога, есть ли какие-то проблемные вопросы, если это не может решить Антон Мартирович, пожалуйста, приходите, все это да. Я думаю, это не проблема. Дети у нас, у нас, вот ребенок, еще раз говорю, если ребенок прошел в мед, всю медицину, я же командовать медициной МГУ, они это врачи, они учатся для этого 8 по 10 лет, они на меня смотрят, вы хорошие, товарищ Котовбол, вы хорошие на все это. Я просто именно... Смотрите, какая процедура? Как у меня, допустим, у нас в Суворовском комиссариате, какая процедура? Человек, прошедший медкомиссию, приходит с дела, ему, тот, который выписан, приписан, назначает день прибытия, обычно это, допустим, вторник или четверг, день прибытия за приписанным свидетельством. Четко. Если человек приходит ко мне, жалуется, что ему назначено, а он в этот день не получил, поверьте мне, человек, который назначил, не выдал. Это 100%? Да, вы звоните, да. Скажите, пожалуйста, из Южного сколько уже призвали людей? Когда? Вот за 4-й период мобилизации. Вот сегодня, только сегодня, с Южного уходит порядка 10 человек погранвойска. Люди изъявили желание служить погранвойскому. Более того, они даже ходили в воинские части, беседовали с командирами воинских частей, получали от них добро, что они, да, они отобрали себе этого человека на мобилизацию. То есть, я могу сказать, что жители города Южного более прогрессивно и ответственно относятся к вопросу мобилизации. Это точно. А почему сегодня городской голова сказал, что есть проблемы с призывниками? Проблемы? Ну, 10 человек и тот объем, который нам необходим, это большая разница, к сожалению. Есть многие... Почему, допустим, мы перешли в форме вызова через предприятие? Потому что, к сожалению, к сожалению, при домовом обходе, по повещению через адреса, люди открывают двери. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с обстановкой государства, что люди просто боятся открывать двери незнакомым людям. Может быть, потому что боятся мобилизации. Хотя, я вот здесь говорил на сессии, что многие не знают, что им, допустим, при той же мобилизации положена отсрочка от мобилизации. Просто многие не знают. А почему не знают? Потому что они являются военкоматом. Есть при прибытии военкомата в сотрудники военкомата. Я, как комиссар, мы беседуем с людьми, с военнообязанными, уточняем у них их семейное положение. Старший врач, доктора на медкомиссии обязательно уточняют их состояние здоровья. Если человек болен, он имеет хроническое... Еще раз, болеть можно и насморком. Но если человек болен, у него это хроническое заболевание, наличие которого не предусматривает прохождение воинской службы по мобилизации, невозможность прохождения. Ну, таких у людей, конечно. Но это тоже, еще раз говорю, я вот почерпнул, вы должны понять, это должно все происходить в форме диалога. Если человек стоит, молчит, ему задают вопрос доктора, и он просто молчит. А некоторые просто скрывают. Ну, есть, вы знаете, разные виды заболеваний, которые человек хотел бы скрыть. Вы сказали 300 человек по Суворовскому району. Более 300. Более 300, да. А в Суворовских комиссариатах какие населенные пункты входят? Кроме Южного. Южный и Суворовский район города Одессы. И все. То есть другие, Ильичевский и другие населенные пункты не входят. Ильичевский. То есть и по Суворовскому району города Одессы тоже проблемы с мобилизацией? Да. Пока мы, пока, ну, пока Суворовский военкомат, вот уже пошли первые отправки, мы стараемся выполнять план, который мы поставим руководством. Я думаю, что мы все общими усилиями. Еще раз говорю, что мобилизация – это работа всех учреждений, государственных, государственных структур. Сколько за три волны мобилизации было мобилизировано? Я вам скажу. Я вам скажу. Спасибо. Спасибо.